В эту семью беда пришла полтора года назад. Умерла первая жена Жанебека Мамбетова. Вроде только успели отойти от горя, как снова удар. На этот раз пожар оставил их без крыши над головой. ЧП случилось неделю назад. Сейчас мужчина и его дети вынуждены скитаться по родным и друзьям. Мне стыдно просить помощи. Не отпускает что-то внутри. Совесть мучает просить. Неделю назад случилось такое. Младший сын был на операции. Сейчас все нужно восстанавливать. Сам не могу пойти на работу. Документы сгорели. Да и детей не с кем оставить. Вот так и живем. 12-летняя Маликаса Прабаева, дочь Жанебека, все понимает. Она еле сдерживает слезы. Тот злополучный день помнит в деталях. Но вспоминать, говорит, страшно. Благодаря этой хрупкой девочке удалось спасти ее маленького брата. Когда я встала, я встала из-за дыма. На потолке уже огонь везде был. Розетка замыкала тоже. Я потом начала искать братика. Он был в туалете, плакал. Мужчина обращался в разные инстанции. Говорит, обещали помочь. Компания-застройщик выдала Жанебеку Мамбетову сертификат на ремонт. Но проводить ремонтные работы строители намерены через несколько месяцев. В помощь пришли даже соседи. Они организовали сбор вещей, мебели и денег. А вот от местных властей вестей пока нет. Если мы будем сплоченными, то сможем помочь этой семье. Сам Жанебек, видите, не пьет и не курит. Он стесняется просить. Мы, соседи, стараемся помогать. Но этого мало. Помочь семье Жанебека Мамбетова может каждый желающий. Точнее, каждый неравнодушный.